Привет-привет, друзья! С вами я, Эдскрайбер. Сегодня у нас обзор линейки компании Asus. Линейка под названием Zenfone. Немного поговорим о самой компании Asus. Название компании Asus происходит от слова Pegasus. Ну, то есть Pegas. Так звали крылатого коня в древнегреческой какой-то мифологии. Эта компания известна производством материнских плат и всякого рода электроники. У него появилась собственная линейка под названием Zenfone, которую мы сегодня как раз с вами и рассмотрим. Работают все эти телефоны на собственной оболочке ZenUI. Разобраться в этой линейке, друзья, было не так-то просто, потому что очень разбросанные линейки. И, в общем, погнали. Давайте начнем с самой первой. Первая линейка, самая бюджетная, под названием Go. Здесь телефоны с непонятными абсолютно названиями. Даже их озвучивать не буду. Вы видите сами все на экране. Отмечу только то, что у этих телефонов есть свой какой-то узнаваемый дизайн. И больше никаких преимуществ по этим телефонам я не нашел. Следующая линейка называется Zoom. Телефоны Zoom 3. И есть известный телефон, но, во всяком случае, очень узнаваемый телефон. С большущей такой шайбой сзади. Название Zoom намекает на то, что этот телефон может приближать без потери качества. Zenfone 3 Zoom оснащается двумя высококачественными тыловыми камерами. Основная имеет широкоугольный объектив с большой апертурой f1.7 и матрицу на 12 Мп. С поддержкой технологии Asus Super Pixel. Одна предназначена для съемки повседневных сцен, в том числе при низкой освещенности. Вторая камера с тем же разрешением на 12 Мп и оптическим увеличением в 2 и 3 раза, служит для получения высококачественных снимков крупным планом. Следующая линейка называется Selfie. Ну и название сразу показывает нам, на что нацелена эта линейка. Здесь телефоны Selfie 4 и Selfie 4 Pro. Телефон Zenfone 4 Selfie Pro. Иметь две фронтальные камеры, главное на 24 Мп, камера выполнена на базе новейшего сенсора от Sony IMX362, который используется только в самых дорогих моделях. Светочувствительный объектив позволяет делать яркие и четкие снимки, даже когда света совсем мало. Ночью в плохую погоду или же в темной комнате. Вторая камера широкоугольная, она отлично подходит для эффективных групповых селфи и апертура у основной камеры F1.8. Следующая линейка под названием Max. Это не говорит о том, что эти телефоны будут максимально большие, хотя некоторые из них на самом деле такие есть. Это просто название линейки. Как правило, эта линейка отличается Max, максимально большой батареей. И у некоторых она доходит даже до 5000 мАч. Здесь телефоны Plus, 4 Max и 3 Max. Смартфон Zenfone Max Plus сделан для тех, кто ценит мобильный стиль жизни. Делайте выразительные фотографии с двойной камерой, широким углом обзора и так далее. То есть вы видите, в целом Zenfone топит за то, чтобы были хорошие и качественные снимки. Но также здесь в этом телефоне большая аккумуляторная батарея на 4130 мАч позволяет использовать смартфон в течение всего дня без подзарядки. Наверное, почти что при любых нагрузках. И вот интересная ветка под названием Live. Два телефона с разной диагональю дисплея. Здесь представлены Zenfone Live. Это первый в мире смартфон с оптимизированной под, задумайтесь только, онлайн-трансляцией в режиме реального времени. Оснащенный селфи-камерой с повышенной светочувствительностью и мягкой светодиодной вспышкой. Он выдает высококачественные изображения, которые можно дополнительно украсить за счет функции улучшения портрета в режиме реального времени. Сдвоенный микрофон не только превосходно записывает голос, но и уменьшает уровень фонового шума. Новационный динамик с пятью магнитами и интеллектуальным усилителем обеспечивает качественное воспроизведение звука. Zenfone Live. Идеальное решение для всех, кто увлекается стримингом. Да, очень интересный телефон, такой жестко заточенный под определенных людей. На самом деле, очень хотелось бы проверить, как стримить с него, потому что вы видели мои стримы, и они не очень хорошего качества. И пока лучше они не предвидятся, но возможно все изменится. Следующее, это не совсем даже линейка, но отдельный телефон, возможно будет выпущен дополнительный телефон, и тогда он превратится, так сказать, в линейку. Телефон под названием Zenfone AR. И более подробно об этом телефоне я вам расскажу немного попозже в этом обзоре, а пока можете посмотреть на его внешний вид. Следующая линейка Deluxe. Понятно по названию, что это люксовая линейка. Используя в качестве основы корпуса смартфоны металл, производители вынуждены идти на компромисс. Применение компактных внутренних антенн было возможным только в сочетании со специальными пластиковыми вставками. Ну, то есть, допустим, как на iPhone, как на Meizu и так далее. Ну, и как на всех остальных телефонах, необходимыми для прохождения радиосигнала. Инженеры компании Asus могли справиться с этой проблемой. Новый Zenfone 3 Luxe обладает стильным полностью металлическим корпусом без диэлектрических вставок на задней крышке. Вот, обратите внимание. Изящество, которое подчеркивается эффективными гранями, выполненными с помощью алмазной резки. Так что здесь, друзья, чистая лакшери и никаких компромиссов. Ну, и последняя линейка. Это флагманская и не очень линейка. Ее название Zenfone. Новинки представлены недавно на выставке MWC 2018. Zenfone 5, Zenfone 5 Live, Zenfone 5Z. Отличие Zenfone 5 от Zenfone 5Z тем, что у Zenfone 5Z будет абсолютно топовый 845 Snapdragon. И также здесь телефоны Zenfone 4, Zenfone 4 Pro, Zenfone 3, ну и так далее дальше. Вот, друзья, по сути, перед вами представлена вся линейка компании Asus Zenfone. Что же выбрать из всего многообразия Zenfone? Конечно, самый интересный, по моему мнению, здесь телефон Zenfone AR. Первый в мире смартфон в поддержке платформ Tango и Daydream. Zenfone AR – это 5,7 дюймов экран, который впервые в мире предлагает поддержку платформ дополнительной и виртуальной реальности от компании Google, которая известна под названием Tango и Daydream. Платформа Tango представляет собой комплекс датчиков и программного обеспечения, которые наделяет смартфон Zenfone AR способностью воспринимать пространство и движение так, как это делает человек. Результат – дополненная реальность, которая выглядит, как нечто из кинофильмов о будущем. Благодаря Tango смартфон отслеживает свое перемещение, определяет, насколько далеко он находится от стен, потолка и других объектов. Запоминает ключевые визуальные особенности трехмерного пространства вокруг себя. На задней панели смартфона Zenfone AR находится состоящая из трех камер система 3K, которая позволяет ему строить трехмерную модель окружающего пространства и отслеживать свое перемещение. Именно для отслеживания перемещения смартфона в пространстве необходима первая камера. Вторая камера служит для восприятия глубины. Используя инфракрасный проектор, она измеряет расстояние до объектов в реальном мире. И, наконец, третья камера с разрешением 23 Мп дает возможность отображать виртуальные объекты на фоне реального окружения. Это и есть дополненная реальность на базе платформ Tango. Так что, друзья, не единым iPhone X жив человек. Еще бы я обратил внимание на телефон-новинку этого года Zenfone 5. А пока вы смотрите технические характеристики, я начну. Две камеры, расположенные на задней панели смартфона Zenfone 5, используют технологии искусственного интеллекта для того, чтобы приспосабливаться к вашим желаниям и даже предвосхищать их. Вот такое заявление от Zenfone. Сердцем нового Zenfone 5 является современный процессор Qualcomm Snapdragon 636. Многим из вас известный по телефону Xiaomi Redmi Note 5, который может похвастаться высокой производительностью при низком энергопотреблении. Смартфон не нагревается даже при запуске самых тяжелых приложений. И мощность процессора хватает для любых задач. Ну и, конечно же, можно на нем спокойно поиграть. Также одной из особенностей этого телефона является смайлики под названием, задумайтесь, как они называются, Zenimoji. Ну, намек типа Zenia, Zenia, Zenimoji. Эксклюзивная функция смартфонов компании Asus. Эти забавные анимированные аватарки будут использовать ваш собственный голос, мимику и движение. Применять их можно в видеочатах, онлайн-трансляциях или текстовых сообщениях. Вот такие, друзья, дела. Это была линейка компании Asus Zenfone. Спасибо вам за то, что вы досмотрели этот видеоролик до конца. Я очень старался. Ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на канал. Тем самым вы его поддержите. Сделайте максимальный репост этого видео во всех любых соцсетях. Напишите абсолютно любой комментарий. Это тоже поддержит этот канал. С вами был я, Эдскрайбер. До новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...